Приветствую, мои дорогие, уважаемые, любимчики, подписчики, дорогие гости Тара Терапевтического канала, Любимого ТВ. С вами природная ведьма, любимого Татьяна. Давайте сегодня посмотрим тему. Сделала я опрос, и первое место заняла тима по поводу нового знакомства. Девочки, новое знакомство. Что он себя представляет, энергии какие витают, да, сейчас на данный момент у этого мужчины, а вообще как его видят со стороны окружающие. Попробуем снять первый пласт информации, девочки, и то, как он будет относиться к вам. Ну или что ему нужно. Но опять мы смотрим не на длительное время, мы сейчас снимаем только сливки. Девочки, будет четыре варианта. Вот таким образом я их выкладываю, эти варианты. Так, какие энергии там витают, что там. Первая характеристика важная. Как говорится, за три секунды человека сканирует наш мозг. В принципе, это происходит сразу. Наше подсознание сразу считывает информацию о человеке. Итак, девочки, первый вариант готовы. Этот мужчина приходил к вам во снах. Мужчина, мечта. Вы мечтали, девочки, о нём. Это новое знакомство. Это как, знаете, как эффект, когда ты знаешь этого человека, вот в нём в одном есть типажи разных мужчин. Тот случай, когда нос одного уши другого, характер третьего, кошелёк четвёртого. Девочки, этот мужчина очень близко похож на человека из ваших грёз. Причём здесь ложится опять же старший аркан. Аркан мир. Это серьёзная заявка на то, что вас эти отношения захлестнут. Они вас перестроят, перестроят все ваши внутренние биоритмы ваши, ваши внутренние часы. Они вас настроят на гармоничный лад. Неизвестно, сколько по времени с вами будет этот мужчина, но это заявочка такая, знаете, на кармические отношения. А то, что это может быть урок быстро пройден, вы перескочите с одного уровня на другой. Мужчина довольно-таки гармоничный, девочки. Я смотрю сейчас время, и время мне показывает, что пора любить. Время этого знакомства говорит о паре влюблённости, о бабочках, которые будут порхать в животе. Видите, это мужчина, который… Новое знакомство, которое даёт перспективу на продолжение отношений, девчата. Этот мужчина, ждал ли он с вами этого союза, также являлись ли вы ему во снах, либо он более крепко такой стоит на земле. Ну, знаете, что-то около, что-то около того. В принципе, человек уже должен нагуляться. Страсти, как то было когда-то, должны в нём нагуляться, перегореть. Девочки, очевидно, он был уже в браке, и у него есть по этому поводу переживания определённые. Девочки, у кого-то проиграется, что этот мужчина ещё пока что в браке. И пока рано говорить о том, что он завершит там отношения. То есть, смотрите, либо он к вам придёт уже разведённым человеком, свободным человеком, но если он женат, то как бы сказочно не складывались ваши отношения, это просто будет мечта, сказка, полёты во сне и наяву с этим мужчиной. Но вот эта ситуация третьего лишнего, она будет очень долго. Сразу здесь нельзя будет сказать, что этот мужчина разорвёт отношения со своей половиной. Допустим, он будет с вами. Здесь приходите за уточнениями уже индивидуально. Ещё момент. Девочки, ещё момент. Посмотрим. И вы знаете, вот идёт совпадение, да, из другой колоды карт. Это мир, повторение. Причём, знаете, здесь так. Это для того, чтобы у вас была более полная информация. Человек будет защищать свои интересы, свою половину или свой дом, то есть и свой мир. Если вы будете вторгаться очень резко, да, ну, задавать много вопросов, допустим, он это тоже может воспринять как вмешательство в его личную жизнь и может этим его отпугнуть. Вот здесь идёт королева воды. То есть вы должны быть, вы должны уметь просачиваться мягко, нерезко, так слой за слоем. Не под кожу, да, а просто обволакивать этого мужчину своей харизмой, своей теплотой, да, своей мягкостью. И он, возможно, сам захочет вам что-то о себе рассказать. Но это как можно с ним взаимодействовать, чтобы не оттолкнуть. Тоже вам, пожалуйста, дополнительная информация. Девочки, в плане интимных отношений давайте сейчас зададим вопрос, что для него важно. Может быть, ему больше нужно будет платонической страсти. Или же это человек, который узнаёт свою женщину через интим сразу. Вот ему надо женщину сразу почувствовать. Давайте посмотрим, что покажут. Девочки, мужчина довольно-таки сам по себе. В любом случае, он самодостаточный. И всякими заманушками, конфетками, чайком, борщичком, баранками его не заманишь. Во всяком случае, в начале пути, в начале вашего знакомства. То есть здесь не соблазнение будет играть роль, здесь мужчину давайте рассмотрим, что же, что же, что же будет. То есть он присыщается, понимаете, когда всё хорошо, он будет присыщаться. Не это важно. Девочки, вот здесь идёт, знаете, как ему нужно пробовать как на прочность человека. То есть да, физическая близость ему нужна, и он должен понять, что он с этим человеком, с партнёршей со своей, сможет проходить какие-то ступени, какие-то уроки. То есть он может с ней расти. Он должен понять потенциал женщины. Безусловно, ему нужен интим, всё-таки ему нужна близость. Но здесь не показалось страсть. Страсть или чувство-чувство. Ему важнее понять, что с вами ему будет хорошо, удобно и комфортно развиваться. Вы можете ему что-то дать для его развития. Кстати, здесь энергетичный план также, девочки. Играет большую роль. И вот здесь, знаете, упиваться отношениями. Здесь нужно быть аккуратным. То есть смотрите. Первоначально он у вас, конечно, может как-то поймать в ловушку слов, эмоций, обаяния своего. Но здесь вам, знаете, как будьте аккуратны. Сразу, сначала не раскрывайтесь, чтобы, ну, как не быть пьяной без вина. Тем более с вином. Если он захочет вас обольстить, он это сделает, чтобы у вас не было тяжёлого похмелья. Вы всё-таки фильтруйте, девочки. Потому что поначалу, даже если всё говорит, что этот человек вашей мечты, всё-таки нужно быть аккуратной с эмоциями. И всё-таки держать дистанцию. Вы девочка кубковая, вот в данной ситуации. Если даже вы королевы мечей, как вы себя считаете, или пентакли, или жезловая, в этих отношениях, вам будет суждено эмоционировать, любить, влюбляться. Вот это чувство влюблённости, познать страсти через эмоции. Очень много эмоций будет с вашей стороны. Вас будут проверять на ваши эмоции. То есть вам желательно, девочки, всё-таки быть трезвой и критичной. Это тоже себе поставьте такой пунктик. А что же он захочет от вас всё-таки? Захочет ли что-то, как линия поведения, вот в таком, в плане женском? Девочки, ему интересно будет всё-таки некоторая ваша отстранённость на первых порах. И ему будет интересно за вами понаблюдать, помониторить, посмотреть, как вы общаетесь с ним в той или иной сфере. Как вдруг, может быть, он вас пригласит на романтическую встречу, может быть, действительно скажет, я хочу чисто с тобой заняться близостью. И он будет вас проверять, как вы будете реагировать. Но, по сути, он отстранён, и он человек страстный. Но, тем не менее, он предпочитает добычу сложную, нелёгкую. Если вы не свободны, он также будет за вами, девочки, наблюдать. Интерес его к вам, скорее всего, будет только усиливаться. Но в некоторых моментах, конечно же, он может сказать, ну, извини, ты не свободна, дальше я пойти не могу. Вот дальше вот этого. Вот это что-то должно будет произойти. Мы ещё пока, как говорится, дальше, если будем расспрашивать, то будем делить шкуру неубитого медведя. То есть мы сейчас снимаем вот этот первый пласт, стараемся со всех сторон посмотреть, как будет вести себя мужчина, что там и как с ним, и что он там предпочитает, и прочее, прочее. Но давайте ещё, знаете, такой вопрос социальный зададим, потому что это тоже важно. Как его видят люди со стороны в его окружении, и, возможно, на его службе, в его профессиональной сфере, или вообще, как он общается с друзьями. Давайте попробуем по одному аркану буквально. Вот эту информацию девочки нам закрывают. Закрывают. Рано ещё об этом говорить. Рано. Или же здесь такая трансформация. Вы знаете, любой возраст может быть вплоть до пенсионного, когда человек просто уходит. Или он работает на себя. Но опять же, там должны его будут видеть. Давайте по поводу, какие энергии денежные, неденежные, финансовые, что у него там. Ага, девочки. У него временное бездействие какое-то. Да, и желание как-то реализоваться, что-то узнать, что-то прояснить, срочным образом, что-то с бумагами. Возможно, у него какой-то период тяжёлый, кризисный, в плане социальной адаптации, хотелось сказать. Но нет, здесь, наверное, человек адаптирован. Но нам могут просто закрыть информацию, и что-то у него, о чём они хочут, чтобы узнавали. Общий просмотр, девочки, да. Вот какие-то критичные моменты. Человек должен быть денежный. Но сейчас могут быть какие-то серьёзные. Может быть, смена работы, смена коллектива, смена вообще сферы деятельности, может быть. Окончание одного и начало другого. Это не говорит, что человек безденежный, никакой вообще. Уже нужно смотреть непосредственно партнёра, если вы захотите. Ещё один арканчик. Ну вот, пожалуйста, девочки. Сам появился одни мечи. Стали спрашивать. Не подходи, будут защищать свои границы. Нельзя, девочки, к нему лезть под кожу. Много вопросов задавать. Как-то он должен будет сам раскрываться, сам захотеть раскрываться. Мечи ограждаться будут. Человек-шеф, человек-хозяин позволит проникнуть к нему в душу ровно настолько, насколько он позволит. Чуть будет передавливать всё. Это может быть и блокировка, и закроется, не будет давать то тепло, которое было поначалу. То есть, да, этот человек... Но тоже нужно понимать, что он таков. Ну и что, и более холодные сердца топятся, да, при правильном подходе. Первый вариант. Ну вот у вас... Вот ответ на ваш вопрос. Вот ваш мужчина. Лайкайте, пожалуйста, видео. Подписывайтесь, если не подписались. Буду вам очень рада. Второй вариант, девочки. Что тут у вас? Ох, а тут чистка, кстати, идёт, девочки. Тут чистка. Это человек-странник. С каких-то дорог он придёт. То есть, по каким-то неведомым дорожкам этот человек к вам придёт. И, скорее всего, девочки, если этот человек к вам пришёл к вашу жизнь, то тут нужна либо вам чистка, либо ему... Либо он придёт тогда, когда вы почиститесь, вот так скажем. Вы уже будете прям готовы. То есть, здесь никакой магии. Не должно быть никаких стереотипов, воспоминаний о прошлом, о прошлых отношениях. То есть, здесь вообще новый виток. Человек пришёл для вашего счастья, для вашего... Либо вот этого внутренней трансформации, очищения, но и также для сердечных мук и страданий. Ну что? Вот любовь такая. Какая она? Вот такая. Девочки, в чём печаль? Разберём ещё. В чём основные моментики? Основные моментики. В чём здесь может твориться, прятаться? О, тоже король мечей, только перевёрнутый, девочки. Девчонки, ну это как гром среди ясного неба этот мужчина к вам придёт. Причём он, знаете, такой очень-очень сам себе, вот сам по себе человек загадочный, да? Человек дороги. Девчата, здесь либо командировка какая-то будет, или что-то. Он, вот скорее всего, этот вариант проиграется для тех, кто на расстоянии, и может встречаться только вот посредством передвижения. Встреча может быть ваша вообще случайно. Познакомиться где-то, вот он приехал на несколько дней. Или вы тоже приехали туда, где он проживает. Вот как-то встреча, либо это встреча через интернет. Но вы очень даже можете быть вот вместе, сближаться. Человек, кстати, также может быть после тяжёлых отношений. И желающий начать всё заново. Знаете, его сердце также, возможно, как и ваше, изранено. Уже изранено. Здесь не типичный простой такой человек. Колокольчик, да, радующийся всему, извиняющий, гремящий. Здесь-то, знаете, как повидавший жизнь. И опыт у него имеется. По части отношений, по части женского коварства. И этот человек действительно хочет что-то, девочки, изменить в своей жизни. Вот эти вот энергии его. Давайте посмотрим сейчас. Как вообще он будет действовать? Что от него можно ожидать? Ох, 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 ох. Девочки, ну, мужчина, конечно же, может манипулировать. Любитель почувствовать свою власть над женщиной. Ну, девочки, кстати, у вас, у многих, может произойти вот этот новый мужчина, новое знакомство почему-то по следам старого, по следам временских музыкантов. Даже интересно. И причём он почему-то вышел сейчас. У него очень много воздушного. Но он вышел сейчас королём Пентакли. Девочки, может зарабатывать деньги, может, что-то, какие-то вахтовые способы, ну, ещё просто передвижение идти. Или он любит путешествовать, любит много двигаться, переезжать с места на место, либо путешествовать, вот просто чисто путешествовать. И вы знаете, здесь идёт, ну, как бы, может быть, это будет сложно. Сначала с этим мужчиной будет очень даже поначалу тяжело. Вы будете чувствовать, что он вас использует даже, да, в каком-то моменте. Вот прямо использует. Возможно, он будет сразу желать с вами каких-то таких отношений, да. Но вы будете чувствовать себя, что, ой, наверное, я ему не нравлюсь. Наверное, он просто хочет от меня чего-то. Какой-то вот он такой не улыбается лишний раз, да, не по душам с ним, не поговорить. Он всё сделает вот в плане, когда встречи, да, допустим, ну, может, красиво это обставить. Как-то, да. Хотя вы почувствуете, что он, в принципе, даже может быть скупердяем на первых порах. То есть вот этого человека он будет проверяться по тому, как он к вам настроен, насколько он готов будет при первой же встрече вам ну, какой-то подарок небольшой сделать, как-то вас угостить, пригласить в какое-то интересное место, да. А не просто, что с бухты барахты, давай на твоей территории встретимся, чтобы мне было, вот я приехала, да, я тут с дороги, и давай-ка, вот, как-то мы с тобой, ну, там, чтобы ему стол накрыли и прочее, прочее. Нет, вот здесь надо, чтобы посмотреть, что мужчина, как он себя ведёт по отношению к вам, как он вот эту вашу встречу или ваше знакомство обставляет. Если вы по интернету, то это, конечно, ну, тоже себе просто там галочку поставьте, да. Может быть, вы поймёте по разговору с ним, да, как он вообще ведёт себя с женщинами, как он относится к своим близким. Может быть, вы узнаете о нём, что он прижимистый, неприжимистый. Ну, лучше, конечно, встреча. Потому что здесь у вас тоже идут такие серьёзные старшие арканы, девочки. Этот мужчина может быть для вас знаковым, но со своими тараканами в голове он. А ну, давайте посмотрим, как же вот в плане интима и близости, да, как он себя будет вести, что ему будет важно. Можно ли доверять даже вот так, да, в принципе, потому что там карта дьявола выходила у нас. И такой подозрительность, да, немножко есть. Что же он там? Может, просто поматросить и бросить, как говорится. Девочки, а вот как раз в плане физических, близких физических отношений, контакта, скажем, да, но вы понимаете, о чём речь. Вот как раз-таки здесь он будет ласков и нежен, должен быть таким, девочки. Вот как раз-таки в этой сфере он может раскрываться. И его вот эта стабильная какая-то защитная броня по части денег, которая, говорит, да, по части, вот у него там в голове как будто бы, вы знаете, цифры бегают, да, столбики какие-то там. То ли денежные, то ли, может быть, это биржа, там играет он что-то. Вот такое ощущение, да, что он такой приземлённый. И, в принципе, чёртики в нём бегают. Но он не будет сразу предлагать вам руку и сердце, да. Вы знаете, в принципе, он может вас рассматривать, если вы будете уже много встречаться, достаточное время. Опять же, непонятно, свободен или нет он, да, но пока вот не видно. Если мы можем только предположить, женат он или нет. Вот, девочки, он может быть в отношениях, или у него может быть брак, где непонятен статус. Вроде как для галочки также он держится, да, может быть такой вариант. Но вас в качестве любовницы, да, любимой женщины, он к вам будет относиться, в принципе, очень эмоционально, очень трепетно, он будет вас, вами дорожить. Для него это важно. Вот здесь будут проявляться его чувства, его эмоции, девочки. И, скорее всего, вот эта теплота, вы его просто можете с другой стороны распознать. Несмотря на то, что у него там был аркан-дьявол. То есть это вот поначалу, да, как его можно разглядеть, что движет. Возможно, вы на него повлияете таким образом, что он вас не просто увидит объект желаний, но ещё и родственную душу. Здесь момент сближения топит лёд. Теперь же мы говорим об очищении, да, это отношения, которые могут пронести, знаете, такое вот взаимное очищение. Слияние, да, как бы, знаете, когда вы раскрываетесь, в отношениях раскрываетесь. Вот здесь такая история. Ну, во всяком случае, так говорят мне карты. И те энергии, которые витают, и те девочки, которые должны прийти на этот вариант с вами. Вот так. Девочки, а давайте ещё посмотрим, что ему важно в вас. Кстати, вот давайте ещё, арканчики, я достану сейчас. Вас, 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 вас. Девочки, что бы он хотел? Конечно, он сам будет. Девчонки, он сам будет принимать решения. Если он сам должен всё сделать. Здесь важно быть, опять же, не напористо, не руководить. Вы не должны будете предлагать встречи где-то конкретно, да, как-то, ну, тут надо так витиевать или как-то по женски. Опять же, если он не захочет идти на вашу территорию, ну, если вас это устраивает, конечно, к себе можете приглашать девчонки, но всё-таки первая встреча, надо проверять мужчину на… Если вы хотите длительных отношений, если вы хотите просто себе любовника завести, то действуйте, как вы желаете. Но если вы спрашиваете о том, что новый мужчина, как он будет себя вести, возможно, что вам делать, чтобы этого мужчину зацепить действительно, да, или как-то дурака не свалять, да, постараться. Как же вам сделать так, чтобы подольше эти отношения продлились, а там уже, глядишь, никуда не денется, влюбится и женится. Тактика поведения ваша с ним на первых порах, скажем, да, при первом знакомстве. Давайте посмотрим, что нам скажут ещё наши карты. Здесь тоже заявочка, девочки. Может быть, это будет нестабильное отношение, и где-то будут иллюзии. Иллюзии отношений, знаете, как всё-таки это гражданский брак на первых порах. То есть, может, вы знаете, с его стороны это будет к вам такое очень личное отношение, очень тёплое. А с вашей стороны вы можете, девочки, в иллюзии впасть. То есть, вам здесь тоже потребуется критичность, ума. Заранее не нужно, знаете, как уже кольца купили и детей назвали, да, общих. У вас должна быть стабильность. У вас очень есть возможность, да, немножечко заблудиться, зафантазироваться раньше времени. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. На первых порах вы должны быть чёткой, понятной, осознанной, сознательной, понятной для него и понятной для себя. Как бы вам не хотелось представить себя супругой этого человека или спутницей его жизни на долгие годы заранее, тут нельзя строить абсолютно никаких планов, потому что здесь прям показано, девочки, здесь говорится о том, что тише едешь, дальше будешь, девочки. Причём вам надо свои интересы соблюдать и смотреть, что как бы ни было хорошо, но человек может, знаете, даже ничего как бы и... кроме как душевного какого-то, да, и что-то там в интимном плане, вам как бы ничего и не пытаться дать. А ведь это важно для взаимодействия, да, чтобы ваши отношения уплотнились, для того, чтобы была перспектива на будущее. Важно смотреть, как он к вам относится и что он вам даёт, да, чтобы вам ему дать обратное, обратную энергию. Но опять же повторюсь, если хотите в качестве чисто любовника этого мужчины, то можете делать в принципе как хотите, девочки. То есть, хотя тоже, наверное, отдельную тему, что если только вот как в плане встреч, да, страстных, то тоже ведь нужно уметь удерживать, да. Девочки, а что ещё интересного? Что ещё интересного покажут нам карты, да? Да, линия поведения ваша. Да, девчата, у вас прям девятки, десятки, чаши, пентакли. В общем, Вы знаете, здесь можно, конечно, помечтать, помечтать. Вам здесь идёт действительно очищение и доверие. Этот мужчина может прийти к вам через многие годы вообще одиночества или отвратительных отношений, каких-то сложных отношений для того, для доверия. Для доверия, для открытия своего женского потенциала. Вы потеплеете, душа ваша потеплеет. Вы можете раскрыться. За долгое время вы можете просто побыть собой, какая вы есть, и вы будете чувствовать, что вас принимают и вас желают вот такую, какая вы на самом деле. Давайте теперь ещё зададим такой вопрос, как этого мужчину видят со стороны, что он себя представляет в социуме, не только с вами, да, как он себя ведёт вообще. Открытый, закрытый, позитивный. Что ещё о нём скажут нам наши арканы? Так, ну, достаточно, знаете, себе на уме. Действительно, бережливый, денежный девочки. Иногда может быть прям прижимистым. Отстаивает свои интересы и иногда может ходить по головам в достижении своих целей этот мужчина. Ну, настаивает на своём. Знаете, как говорят, с такими спорить, только одно место тупить, как бы, да. Вот. Так, ну-ка, ещё. Очень проинтуиченный, да, прислушивается человек, как бы, знаете, такой, с тонким планом он всё-таки дружит, несмотря на свою заземлённость, может, оказывается, в нужное время, в нужный час. И девочки, опять же, у него идут большие трансформации, серьёзные. Может быть, обнуление полное. Знаете, и для отношений, в принципе, это хорошо. То есть человек, как бы, все свои старые вот эти заморочки, он может, он действительно, знаете, как очищение идёт, и к вам его просто, ну, приведут. Приведут силы или привели определённые, да. То есть он в ваших отношениях, он оказался в нужный момент, в нужное время. Вы друг для друга, знаете, такие очистительные приборчики. Или действительно, девочки, ещё раз повторюсь, вы должны уже были подготовиться до встречи с этим мужчиной. Вот. Вот так, девочки. Вот такие у вас трансформации. Итак, второй вариант вот таков. Третий вариант, девочки. Давайте смотрим, что у вас. Что у вас. У вас, девочки, лёгкость. Очень, знаете, лёгкость какого плана. Здесь есть нутка романтизма и есть вот тут вот магия, очень интересная в ваших отношениях. То, что трудно, с трудом можно найти, но то, что будет оживлять и давать большой результат в дальнейшем. Нет, не носки. Как пишут в соцсетях. Меня сложно найти, легко потерять и прочее. Это изначально идёт ценность, ценность встречи. Уж, коли ты в них попал, то это какой-то дар. Мелодичные романтические ноты. Ты весна в отношениях. Что-то такое. Вот тут такие энергии, да? И, и... Ага, девочки. Опять же, что касается энергии. Вы будете для него неожиданностью. Ему, возможно, для вас само это будет непонятно. Здесь идёт ваша трансформация во встрече с этим мужчиной. То есть его энергии вас могут открыть потенциал как раз-таки критичной женщины. Хотя вот мы говорим про лёгкость, отвлекусь чуть-чуть, да? Про весну и так далее. Но вы, у вас королева Пентакли, девочки, выходит перевёрнутая. То есть вы можете быть стабильной, сознательной, но, возможно, потерять такую жёсткую хватку. Это встречи и энергии, которые будут обволакивать вас. Из чуткого и понятного переход во что-то эфемирное. Сейчас возьмём дополнительную информацию. Дополнительная информация. Вы знаете, кстати, вы можете познакомиться где-то на вечеринке, в компании друзей, даже где-то на свадьбе у родственников или на каком-то мероприятии, на торжестве, на юбилее. То есть может быть, знаете, какая-то компания, или вам помогут встретиться ваши друзья, близкие, знакомые через кого-то. В общем, это, знаете, навряд ли будет в интернете, хотя всё может быть, но большинство проиграется, что это будет где-то какое-то интересное мероприятие. Девочки, этого мужчину вы просто не сможете не заметить. Мужчина волевой, мужественной энергии. В нём бьют ключом энергии мужские, от чего вообще нельзя просто... Вы можете услышать его голос первоначально, это ожидает, и понять, что это ваш мужчина. Он, может быть, внешне не соответствует каким-то идеалам, или вы не поймёте. Вот здесь будет, знаете, тянуть как-то безусловно. Здесь очень большая тяга к человеку, очень большие эмоции, очень большая, знаете, энергия. Энергия действия быть победителем, выходить победителем. Действительно, девочки, вы можете куда-то поехать. Дорога, может быть, сначала отложится как-то, вот так. Или вы в дороге, в путешествии видите, либо будет какое-то мероприятие, но у вас будет движение. Будет движение с этим мужчиной какой-то, как раз ещё энергия. Вот здесь очень большая победоносная энергия идёт вместе с этим человеком. Вместе с этим человеком. Возможно, он как-то ворвётся нежданно-негаданно. Опять же, в ваше пространство, в пространство вариантов. Один из вариантов мужчины вашей судьбы. Но, девочки, да, может быть, это и женатый человек. Надо сделать отдельное видео по холостякам. Так, но здесь, может быть, здесь статус неопределён, как говорится, да, этого мужчины. Так, хорошо, вот здесь нужно ещё выяснить кое-что. Как этот мужчина, что он будет вообще вам предлагать, как он будет к вам относиться, что он будет от вас хотеть. Мужчина чёткий, мужчина, знающий, чего он хочет. Он будет, если он чего-то захочет, девочки, он будет добиваться. Мужчина, который не боится менять свою жизнь, либо формат своего окружения, своих привычек, достаточно традиционен. Можно сказать, что не любить или экспериментировать. И вот для него семейные ценности как раз-таки очень будут даже важны. Очень будут важны. Давайте так, если этот мужчина женатый, будет это помехой. Если не женатый. Здесь, девочки, 50 на 50 ваша ситуация. Тут ещё рано загадывать, но здесь, знаете, энергия, силы иногда. Этот мужчина привык добиваться того, чего он хочет. И если вы попадёте в поле его зрения, он вас захочет, ну, всё. Пиши пропало. Никуда вы не денетесь, да. А здесь вот как бы рога быку закручивать. Быка на скаку остановит. Этот мужчина, который вас может просто... Ему даже ничего говорить не надо. Вот в плен попасть на раз-два можно. Что он будет хотеть? Он будет хотеть завоевать, показать свою самость. Я мужик. Так, а вот по части интима и близости. Что для неё? Как он себя здесь проявит? Важно, не важно, что здесь будет. Так, посмотрим сейчас, какие здесь энергии. Девочки, а вот, кстати, в плане перехода в интим и во все тяжкие, да, как говорится, здесь пройдёт время, здесь должно время пройти. Очень похоже на то, что человек всё-таки будет у вас, девочки, ну, как-то одинокий, без отношений. Девочки, вот ваши, вот здесь, вот третий вариант, тут вам нужно обязательно будет чистить. Либо вас, либо ваша совместный. Чистить и защищать, ставить защиту. Потому как у вас будет много завистников. Вот тот, кто вас увидит, вы будете, очевидно, девочки, мы предполагаем, это общий вариант, но потому, как я вижу, кто должен прийти правильно на этот вариант, вы будете очень красивой и интересной гармоничной парой. То есть ваша энергетика, она перельётся друг в друга. И вот его мужской, мужская харизма и ваша, вы можете прям плотно стоять на ногах, вы можете быть хозяйственным, замечательным, но с ним вы расцветаете, вы становитесь лёгкой весенней. Вот с этим мужчиной вы расцветёте. Девочки, отношения эти такие, такого плана, такого порядка нужно защищать. Тут ангел-хранитель, кстати, здесь не надо торопиться, наслаждайтесь вот этим бурлением, вот этими энергиями вашими, у вас всему будет своё время, свой черёд для чего-то более близкого. Но вы, мужчина, если у вас уже случилось, и вы спрашиваете, какие перспективы, как он будет всё вести, все же по-разному встречаются. Здесь, во-первых, конечно, тут мы не моралисты, говорить, что торопиться здесь не надо. Здесь тогда вам только время подскажет, как и что дальше развернётся. Он может быть мужчиной, да, чистый вот. Если вы решили как любовника его, да, опять же, то да, здесь прекрасно всё у вас входит. Это же дорога, отшильник и дорога. Девочки, если мужчину хотите всерьёз и надолго, рыпаться здесь будет бесполезно. Если быстро у вас свершилось, то, скорее всего, уйдёте в отшельника. Здесь всё своим чередом, чтобы развивалось всё своим чередом постепенно. Если страсть и вот это вас накроют, то, скорее всего, вы разбежитесь. Если хотите вот это, вот эта встреча, да, что там будет, да, очень хорошие перспективы у вас будут, и ваше цветение, и рассвет. Пока не говорим о Марше Мендельсона, но, тем не менее, с этим мужчиной вам будет классно. Что нам скажут вообще? Такие лёгкие, нежные энергии, карт, которые у нас второй миражей. Кстати, как мужчина бы хотел, да, чтобы вы себя вели. Возможно, сейчас я достану органчик. Ага, Королева Жезлов. Девочки, ну это то, чтобы вы были естественной, просто естественной. Здесь вот в Королеве Жезлов, кстати, вот именно второе наслаждение для меня – это веканство, это природная магия, это природное ведовство. Это быть естественной, это быть натуральной, это понимать природу, понимать тайные знаки. Знаете, и кратко сказать – это быть самой собой. Вот всё, вот так. Дальше, девеньки мои дорогие, девчушечки, девочки, и что ещё, что ещё, возможно, ему будет нужно, что у вас, какой для вас это будет урок. Да, здесь будет, девочки, конечно, будет желание, скорее всего, чувства эмоций в плане прям полная гамма чувств, и минор, и мажор, и форта, и пьяна, и… Знаете, как слышать, ощущать, понимать мир фей? Девочки, у вас здесь просыпается какая-то внутренняя женская мудрость, страстность и мудрость. Ну, что хочется сказать? Этого мужчину вы также ждали. Такого, такой типаж мужчины, или вот этого мужчину в целом, да? Вы ждали. Вы нацелены на хорошие перспективы. Что будет он делать, как он? Как он будет? Эти перспективы будет ли он оправдывать? Девочки, вот первоначально, да, первоначально всё равно будут проблемы, и будет некий кризис, некий кризис. Вы знаете, всё-таки здесь либо бывшая подруга будет иметь какое-то влияние, или он будет отвлекаться на кого-то, на что-то. Кто-то будет ещё производить манипуляцию, поэтому ваши отношения надо закрывать. Эти отношения надо защищать, потому что не будет какого-то развития, он будет спотыкаться, он будет терять энергию в этих отношениях, вот, ну, как бы с вами, когда его будет ещё кто-то куда-то тянуть. То есть он не сможет полноценно, пока на данный момент, вот как бы-то с вами, вам предоставить всё, что он хотел бы девочке. его, как знаете, как те русалки, да, на рифы, очень даже может затянуть то, что было до вас, и то, где он ещё, знаете, вот у него бег по кругу идёт, некий, он не может вырваться из этого круга. Но мы здесь смотрим уже такую подноготную, знаете, это опять же, я предупреждаю, мы забегаем всё-таки вперёд, потому что варианты развития событий, они могут быть разными. Ага, Луна. Дорогие, ну, как бы ни крутило, ни вертело вас на перспективу, конечно, здесь ещё будут трудности, здесь будут подводные течения, и будут такие моменты, когда вы не будете понимать, что происходит, но там и мужчина, и ситуация, они тоже будут достаточно в тот момент запутанными. То есть у вас, если смотреть некую перспективу, опять же, если ваши отношения будут открытыми, не будут поставлены точки в завершении предыдущих отношений, если этот мужчина будет ещё интересен кому-то. Так, понятно, камера гаснет, свет, но продолжим, да? Будет ещё интересно кому-то, кроме вас, тут нужно будет быть вам очень энерго-насыщенной, так, чтобы вы могли перетянуть изъяву на себя. Вот примерно так. Ну и давайте посмотрим ещё. Девочки, ещё перспективку. Вот так. Сама гаснет, лампочка сама загорается, свеча капает. Девочки, начала третий вариант. Тут, в общем, ну смотрите опять. Здесь без помощи, как говорится, вам, скорее всего, не обойтись. Итак, да, может быть, третий лишний ситуация. И влюблённость большая, но и третий лишний какой-то. Девочки, он может быть ещё в браке, но в непонятном статусе. Здесь идёт какое-то ожидание. То есть пока всё, информация здесь закрывается. Я надеюсь, вам основные моменты понятны более-менее, да? Если нет, посмотрите, как свеча капает. Капала мне. То, пожалуйста, обращайтесь индивидуально, девочки. Потом будет его аккуратненько так убрать. Ну что, дорогие, переходим к четвёртому варианту. Третий, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на индивидуальный приём. Обращайтесь, пожалуйста, тоже. Послушайте внимательно. Начало всегда. Я говорю, как меня зовут, потому что многие из вас пишут, а как к вам обращаться. Мне это достаточно не очень, да, как бы, потому что своё имя я называю. Девочки, на моём канале терапыги не приветствуются. Хотя приветствуются все, но я имею в виду качество такое вот, да, человеческая как-то ропышность. Можно немножко узнать, да, там, посмотреть комменты или начало всё-таки, да, посерьёзнее чуть-чуть. То есть, пожалуйста, прежде чем писать, всё-таки посмотрите, как зовут и кто я, чем я занимаюсь. Об этом я практически в каждом видео понемножечку, но говорю. Итак, дорогие, четвёртый вариант. Смотрим, что у нас здесь. Вы знаете, первое, что приходит сразу по энергии этого мужчины, что это вообще такое? Здесь идёт воздушная стихия. Мужчина может быть воздушной стихией, возможно, в нём есть энергия, перемен, лёгкости, интеллекта. И, знаете, очень хорошо могут срабатывать заговоры на ветер, когда женщина призывает мужчину, да, появиться в её жизни. И потоки ветерка уносят вашу просьбу и доносят её до вашего суженного, до вашего мужчины, мужчины мечты. Так, энергии. Туз Кубков, ну что, поздравляю. С одной стороны, здесь очень большие шансы на победу, на семью, на брак, на гармонию, на любовь. В конце концов, девочки, энергии здесь, воздух и вода. Одно другому может, конечно, противоречить, если копать так глубоко, да, если всерьёз так захотеть. Посадить деревце. Но мы ведь смотрим, мы снимаем такой частичный, да, первый пласт. Информацию, которую нам покажут сейчас. Здесь будет такой, знаете, прям вот шанс на счастье, на благополучие, на любовь, быть любимой и любить. Девочки, давайте посмотрим, что же будет хотеть этот мужчина от вас, да. Посмотрим, доверять, можно не доверять. Что он сам хочет показать. Солнце, жрица, девочки. Маг. Ну всё, может быть, закончим, да. Четвёртый вариант вот на этом. Ну, старшие арканы, важнейшая встреча, большая серьёзная трансформация. Здесь, в принципе, солнышко всё смягчает, девочки. Как таковых манипуляций быть не должно. Всему своё время. Вот здесь мужчина приходит в нужный час, в нужный момент. Возможно, солнечный, слегка эгоистичный, любящий, конечно, повоздействовать. Но и вы не лыком шиты. Девочки, то, что касается отношений, здесь сразу вот давайте спросим про интим, да. Важно или нет. Посмотрим сейчас, может быть, противоречие, конечно, но как зажрится, это всё-таки не совсем про то. Девочки, влюблённые мужчины, конечно же, также может быть, ай-яй-яй, и вместе с Луной. Можно быть аккуратной, девочки, не доверять. Возможно, он в вас влюбится. Возможно, будут речи, да, такие упоительные, изливать для вас, говорить, что он не женат. Но здесь надо быть очень аккуратным, потому что здесь идут подводные течения. Здесь девочки покажут у вас, вам нужно развитие. Вам также показано всё-таки, это будет как фейерверк, как радость, как счастье, как огромнейший шанс на любовь. И вы себе можете выстроить просто, дорогие, очень много картинок в голове, которые, знаете, опять же, нужно будет себя немножечко заземлять вам. Что же он будет от вас хотеть, кстати? От вас. Ох, девчонки. От вас он будет ответа на его. На его устремление будет ждать. И будет хотеть, чтобы вас нужно было романтично так переломывать. Но, девчонки, у него… Это прям карма. Здесь карма, здесь такое развитие событий может быть молниеносным. Но он будет мечтать, знаете, как завоёвывать вас. Но, опять же, он может на вас наседать. Наседать, да? Вы ещё не успеете сказать «а», а он уже продолжит за вас всю фразу. Несколько предложений, да? Так, а ну-ка давайте посмотрим. Может быть, что вам делать? Колесо фортуны. Девочки, а что здесь делать? Ну, тут показывают, что здесь дальше не имеет. У вас, девчонки, должно развиваться колесо фортуны. Старшие арканы. Все те, которые показывают, что здесь, знаете, нужно, чтобы вы вот прям встретились. У вас началось общение, да? Началась взаимосвязь. Здесь, конечно, нужно индивидуально просматривать. То есть вас может, во все тяжкие, как говорится, вас может перехлёстывать так, что с головы на ноги. Вот это, да, состояние на все 360 градусов. То есть здесь идёт план. Вот вы не просто так, вы не могли эту встречу обойти. Не могли. То ли это урок, то ли это награда для вас. Ох, это страстные, прям вести, перемены, знаете, да, императрица. Девочки, ну, тут четвёртый вариант. Волшебство. Судьбоносные моменты. Слияние сильнейших энергий. Девочки, это кармическая развязка. Здесь у вас это кармическая встреча. Вы друг к другу шли. Ну, так, я пошучу, конечно, чуть не с детского сада. От рождения. То есть вот эта встреча, она не могла не случиться. И это, конечно, не значит, что всё будет сразу хорошо и счастливо. Опять же, что будет, как вам будут давать ваши силы? Какие вы будете проходить с этим человеком? Пути, дорожки, да? Какие уроки? Или действительно будет только счастье, счастье? Ну, здесь совсем всё легко, конечно, не будет. Сейчас какие-то, может быть, предупреждения. Посмотрим. Здесь нужно уметь маневрировать. Здесь нужно понимать, что будут скачки. Не всё будет идти ровно и гладко. И воспринимать это вам нужно гармоничный настрой, девочки. Знаете, я тут недавно книжечку увидела, да? Я книжечку очень небольшую, где женщина-психолог пишет, как выйти замуж и стать счастливой. Не буду говорить, кто это. Но, понимаете, сам посыл – выйти замуж и стать счастливой. Понимаете, по всем законам видовства, по эзотерическим, магическим, да, природным, энергиям, абсолютным энергознаниям, по энергетическим знаниям, по законам энергообмена. Нужно быть счастливой, наполненной изначально самой по себе. И только тогда можно говорить о том, что я выйду замуж вообще, да? И тогда я выйду замуж. Тогда, может быть, вы ещё и будете выбирать, за кого вам выходить замуж, если вы будете счастливыми. Обратите внимание на этот момент, пожалуйста. Не брак делает счастливой женщину, она должна быть насыщенной. Если вы приходите в отношения, в таком состоянии паническом, тогда что будет у вас? Там действительно будет брак, от слова «брак». Выйти замуж, абы за кого и стать счастливой? Но это надо так ещё и измудриться. Кстати, я знаю таких представительниц наших. У меня была такая знакомая очень давно, которая собирала ложки и вилки в чемодан, приданные себе. И она ей была просто… Вот она хотела замуж, и всё. Ей было всё равно, как бы, понимаете? Ну, по большому счёту. Мужчина и в Африке мужчина. Но это надо измудриться. Не всем это дано. Согласитесь, да? Девочки, ну и давайте ещё сейчас всё-таки ещё посмотрим, что тут совет, рекомендации, или же мужчину, как его в социуме видят. И вообще посмотрим, что нам покажут. Здесь просто фееричный расклад. Очень хорошие перспективы, как у мужчины, но, конечно, без колкостей, без холодных выходок. Девочки, ну здесь состояние обнуления. В принципе, башня нам показывает о том, что без обнуления… То есть человек здесь умеет сначала всё до нуля, как бы под ноль убрать. То есть он не боится перемен для нового роста. То есть, возможно, здесь опять же идёт новый виток. Ну, маг, в принципе, его должны уважать. Девочки, ну четвёртый вариант. Здесь просто… Здесь если вообще вот у нас общий просмотр, если брать прям вот точечно вас, да, разбирать, тут я не знаю нам, сколько времени понадобится с вами, часа полтора или более, да. Но здесь просто… И здесь нужно, чтобы некоторые события свершились. То есть у нас мы сняли верхний плащ, но у вас здесь, конечно же, ящик Пандоры. И, знаете, вроде всё позитивное, но так как у вас само колесо судьбы здесь стало, и кармические отношения, то здесь можно ожидать любых сюрпризов. В любом случае, дорогие мои, всем вам желаю только взаимности, чтобы ваши отношения шли с той чистотой, в той тональности, которая всё-таки будет вам приятно, удивительно для вас и дающая вам всё новое и новое развитие, желательно взаимное. Взаимное развитие и счастье. Ну а с вами была Татьяна Любимова, я — природная ведьма. До новых встреч, до новых видео. Пока-пока.